Рад всех приветствовать! Я Слав Ерохов, это YouTube-канал История Вологды. И сегодня мы заглянем в то место, где когда-то нашли клад, который в течение 45 лет имел статус самого большого монетного клада, найденного в России. Расскажу вам и про это место, и про сам клад. Нахожусь я в Заречье, в начале улицы Гоголя, недалеко от речки Вологды. Сейчас здесь выстроен жилой комплекс Георгиевский, а некогда в этом месте находился красивый комплекс Георгиевских церквей. Комплекс состоял из двух храмов. Это была холодная Георгиевская церковь с колокольней и теплая церковь во имя Афанасия и Кирилла Патриархов Александрийских. Собственно, вот она. Иначе ее еще называли теплой Георгиевской церковью. Из всего былого великолепия сохранились сейчас только вот стены теплой церкви. Можно видеть, что постепенно пытаются ее восстановить. Точные года постройки этих церквей неизвестны. Предполагается, что холодная Георгиевская церковь появилась здесь на месте существовавшей деревянной церкви где-то после 1650-х годов, а в начале 18 века был построен уже вот этот теплый храм. Закрыты церкви были в 29-м и в 30-х годах. В этой теплой церкви некогда хранился почитаемый вологжанами образ Софии 16 века. Сейчас он находится в Вологодской музее-заповеднике. Изъяли его из этой церкви 8 февраля 1930 года, а уже вот на следующий день 9 февраля на колокольне холодной Георгиевской церкви были сняты все колокола. В этот день тогда проходил первый субботник по снятию колоколов и по городу лишились колоколов еще 11 церквей. Вот по описи 2 февраля 30 года на колокольне Георгиевских церквей было 9 колоколов общей массой в 170 пудов. Кстати, во время этого субботника хотели еще снять колокола из главной колокольни Володы, но это запретило делать главнаука. Главнаука это было главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями. Этот факт тогда, кстати, в газете Красный Север сильно осуждался. Кому это, мол, принадлежит такая забота о церковных ценностях? Дайте нам знать. Ну а вот на месте автостоянки когда-то и находилась, собственно, холодная Георгиевская церковь с колокольней. Вообще, приход Георгиевских церквей, он был не особо большим и богатым. В основном храмы содержались на проценты от средств капитала купца Николая Ивановича Скулябина в последние годы. Человек был значимый для Вологды. Его фамилия известна многим Вологжанам, прежде всего по названию Скулябинской богодельни, которая располагается здесь по соседству. Николай Иванович был довольно успешным купцом. Несколько раз он, кстати, занимал пост Вологодского городского главы. И, кстати, показательный случай был при его правлении. Когда подрядчики некачественно выполнили работы по ремонту каменного моста и исчезли, он вложил личные средства в ремонт, поскольку потребовалось срочно исправление недоделок, а средства на это в бюджете отсутствовали. Ну, думаю, сейчас сложно себе представить подобную щедрость от наших управленцев в городе. Ну, а вас уже, наверное, интересует, что же там с кладом. Да, именно вот в этом месте в 1951 году был найден клад, который 45 лет считался самым большим монетным кладом России. Своё первое место он отдал кладу, который нашли в 1996 году в старом гостином дворе Москвы. Тогда было обнаружено порядка 95 тысяч серебряных монет. В Вологде же найденный в 1951 году клад содержал около 46 тысяч серебряных монет начала 17 века. Вот тут начинаются небольшие исторические расхождения. В одних источниках пишут, что клад был найден в подвальном помещении в Георгиевской холодной церкви, а другие пишут, что подвал теплой церкви. Там его нашли, этот клад. Тут стоит прояснить, что холодная церковь была разрушена в 1936 году. Теоретически от нее могли остаться следы подвального помещения, где клад потом и обнаружили. Однако вот на аэрофотосъемке 40-х годов следов холодной церкви Георгиевской не просматривается вовсе. Вся площадка здесь была выровнена уже. Ну и тут на помощь нам пришла заметка из газеты «Красный север», где было написано про этот клад. Обнаружили его рабочие артели и вент-стул братья Жилины под полом здания, когда выполняли ремонт. Именно вот здесь вот здание Афанасьевско-Кирилловской церкви 40-х годов и размещалась та самая артель вент-стул, которая производила гнутую мебель. И вот где-то здесь и был обнаружен в свое время самый большой монетный клад в России, который сейчас, кстати, хранится в Вологодском музее-заповеднике. Такая вот небольшая история. С вами был Слав Ерохов. Лайки, комментарии, репосты приветствуются. До встречи в будущем. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok